Продолжение следует... Я предлагаю наш урок начать с минуты гармонии. Я желаю вам сегодня добра. Вы желаете мне сегодня добра. Если вам на уроке будет трудно, я вам помогу. Ребята, каждый человек мечтает об одежде, которая не промокала бы под самым сильным дождем, но свободно пропускала бы воздух, чтобы она не мялась, не рвалась, и ее можно было носить, а хоть сто лет. И такая одежда есть у каждого из нас. Догадались, что это за одежда? Пожалуйста, Маргарита. Это кожа. Это наша кожа, правильно. Ребята, скажите, пожалуйста, а почему кожу называют необыкновенной одеждой? Почему? Не так. Кожа называют необыкновенной одеждой, потому что кожа не промокает. Можно носить ее очень долго, и она пластичная, и никогда не мягкая. Умничка. Ваня, что ты хочешь добавить? Я хочу напомнить, что кожа не выцветает, и при жаре она не высыхает, и при обморозании она не обморозит. Умничка. То есть она же, какими словами, что делает? Защищает нас. Хорошо, еще что можно добавить про кожу? Кожа не допускает перегрева на солнце или переохлаждения. Умничка. И еще, Ярослав. Кожа помогает дышать. Дышать. Она свободно пропускает воздух. Еще, Алина. Что вот когда мы загораем, кожа становится злой, более плотной. Она помогает не перегреться внутренним органам и защищает их от травы. Какая ты молодчинка. И, пожалуйста, что еще дополнишь? Он еще раскрывает все внутренние органы. Умничка. Это такая защита. Ребята, какие вы молодцы. И я думаю, что раз за одеждой нужно следить за нашей одеждой? Да. Правильно. А если кожа – наша одежда, то мы тоже должны о ней заботиться. А вот умеете ли вы это делать, мы сейчас и посмотрим. Возьмите, пожалуйста, себе каждый уход за кожей. То есть положите перед собой. В этом тесте 8 вопросов. Отвечать нужно либо да, либо нет. Если вы ставите ответ «да», то ставите возле вопросика плюсик. А если у вас ответ «нет», то вы ставите минус. Что? То есть иногда «да» там. Нет. Здесь либо «да», либо «нет». Специально такие вопросы. Побирала еще. А чем ставите? Можете карандашом или ручкой. Поставьте, пожалуйста, сейчас. И мы посмотрим, умеете ли вы ухаживать за своей кожей. Спасибо. Ребята, посчитайте, пожалуйста, сколько плюсов у вас получилось. Если 7 или 8, значит, вы умеете ухаживать за своей кожей. Поднимите, пожалуйста, ручки тех, кто набрал 7 или 8 баллов. Какие же вы молодцы. Но если кто-то из вас опустили ручки, набрал меньше, тоже не нужно расстраиваться. Этот тест будет вашей памяткой, как нужно ухаживать за своей кожей. А теперь скажите мне, пожалуйста, кожа – это орган чего? Алина? Кожа – это орган осязания. Кожа – это орган осязания. А какие еще органы чувств вы знаете? Пожалуйста. Нос. Органы чувств. Сначала кожа. Орган осязания. Есть еще орган? Обоняние. Обоняние. Орган осязания. Еще вспоминайте органы. Пожалуйста. Орган вкуса. Орган. Орган. Орган вкуса. Еще. Какой орган у нас, Миша? Миша. Орган зрения. Орган зрения. Молодчинка. Так. И у нас, Катюша? Орган слуха. Орган слуха. Ребята, а для чего нам эти органы чувств нужны? Чтобы изучать нам окружающую следу и что-то узнавать. Хорошо. Смотрите. Орган осязания. Для чего он нам? Чтобы? Чтобы чувствовать. Здравствуйте. Чтобы чувствовать. Чтобы чувствовать. Орган обоняния. Ну что? Ну? Чтобы мухать. Чтобы мухать. Орган вкуса, Станислав? Ой. Макус. Что это? Не ты там смотрела? Орган вкуса? Чтобы чувствовать вкус. Умничка, Лёва. Орган зрения? Пожалуйста. Чтобы видеть. Умница, Кирилл. И орган слуха? Чтобы слушать звуки природы. Умничка, Станислав. Чтобы слушать звуки природы. А тогда кожа. Это к какому органу чувства относится? Ну-ка. Хотя. Орган обоняния. Осязания. Осязания. Молодчинка. И справилась. Сама. Ухо. Орган слуха. Орган слуха. Хорошо. Нос. Миша. Орган обоняния. Орган обоняния. Хорошо. Язык. Старослав. Орган вкуса. Орган вкуса. И остался у нас глаз. Кором. Орган зрения. Орган зрения. Ребята, можем ли мы увидеть глаз, язык, ухо, кожа? Можем увидеть? Да. Можно. Это видимые органы. А теперь я вам предлагаю задание. Очень интересное. Нарисовать, а что же у нас внутри. Возьмите, пожалуйста, силуэт человека. И пока сейчас будет звучать музыка, нарисуйте. А что же у человека внутри. Готово. Фломастер. Нарисуйте, что же у нас такое. Готово. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А густонаселенная планета И у этой планеты есть спутники Это кожа, нос, язык, глаз и ухо И чтобы внешние органы и внутренние работали слаженно Нужен тот, кто будет этими органами управлять А кто это? Вы сейчас мне скажете, ответив на мой вопрос А кто в коробке живет? Посмотрите внимательно на экран и скажите А какая же коробка нас заинтересует сегодня на уроке? Аргарита? Четвертый Номер четыре Кто-нибудь знает, как она называется? Четвертая коробка Мозг Мозг Читайте дальше Главный орган человека А у меня есть для вас еще одна загадка Догадайтесь, что я держу в руке? Я вам подскажу Две половинки Внутри сердцевинка Грецкий, бразильский, арахис лесной Вкусен для всех Что же это? Бразильский орех Не только бразильский, просто орех А теперь, ребята, посмотрите на орешек Вот он какой, в коробке И скажите, пожалуйста Как орех Я его сюда поставлю, чтобы вам было видно Связан с темой нашего урока По форме похож на наш головной мозг Еще Скорлупа ореха, это череп А сам орех, это выцик Умничка, посмотрите, какие вы наблюдательные Вы заметили, что грецкий орех Внешне похож на мозг И тоже находится в скорлупе Так как мозг у нас в черепной коробке Молодцы, ребята Так вот, мозг это главный орган человека А раз он главный, нам нужно узнать А как же он работает И если он главный, значит он очень важный И мы сегодня на уроке будем учиться Как же нам, о мозге наших, нужно заботиться Согласны со мной? Да Хорошо А теперь тогда откройте свои учебники На страничке 112 На нашей 112-й страничке вы сейчас послушаете, что я буду читать про нервную систему человека А после того, как вы послушаете, мы попробуем с вами Вернее, вы попробуете назвать, а что же относится к нашей нервной системе Я читаю вслух, а вы гласками на страничке 112 Следите за мной по тексту Все готовы? Да Головной мозг очень важный орган С его деятельностью связано мышление человека Мозг управляет работой всех других органов С головным мозгом соединяется спинной мозг Вон спинной мозг является помощником головного мозга Ко всем органам тела от головного и спинного мозга отходят нервы Они похожи на белые нити Головной и спинной мозг с нервами Составляют нервную систему Посмотрите, пожалуйста, ребята, на рисунок на страничке 112 И сделайте вывод о том, что же составляет нервную систему человека Кто догадался? Умничка Так, хорошо Попробуй тогда Попробуй Нервную систему составляет головной мозг и спинной мозг Так, не спеши, пожалуйста Нервная система Это Головной Головной Мозг Спинной Спинной Мозг И Нервы И нервы Молочинка Алина, ты согласна с таким ответом? Скажи его еще раз спасибо громко Что составляет нервную систему? Спасибо, садись Нервная система составляет головной мозг, спинной мозг и нервы И нервы И мы сейчас с вами, ребята, проведем маленький эксперимент Знаете, что такое эксперимент? Это как овы Итак, слушайте меня внимательно Закройте глаза Все закрыты А теперь представьте большой-большой самолет, который летит в облаках Представили? Представляйте его себе так ясно Как будто вы его видите Откройте свои глазки Поднимите себе ручку тех, у кого получилось представить самолет У всех Потрясающе Опустите ручки Вот так вы видите, ребята Как ваш мозг сейчас помог без карандаша и без бумаги Показать вам картину чего? Самолета Картиру самолета Так вот, ребята Мозг управляет не только нашими мыслями Но как вы думаете, чем еще? Представление Представление Еще Воображение Наше воображение Умничка Еще Органами Нашими органами, как мы уже сказали И наш мозг помогает нам представить что угодно Вот представьте, например, что вы кушаете апельсин Представили? Можете даже как будто пожевать А теперь представьте, что вы кушаете мороженое И сразу у вас на лицах всплываются улыбки А теперь представьте, что вам предложили скушать лимон И сразу вкус Посмотрите Если вы видите, например, картину То орган зрения, который имеет в головном мозге свой участок Показывает нам Если вы слышите запах То участок в головном мозге, который связан с органом обоняния носа Сразу чувствует запах Если вы видите, вернее, слышите красивую музыку Вот как сейчас, когда вы рисовали То орган Чего? Слуха Ухо Которое связано тоже с одним участком головного мозга Сразу помогает нам его услышать Видите, какой мозг ваш главный? Как он руководит всей работой других органов Но, ребята, мозг еще руководит не только нашими мыслями Но и нашими движениями А вот как сейчас, мы вас Вы сейчас в этом и убедитесь Встаньте, пожалуйста И повторяйте за мной Руки в стороны В полет Полетел наш самолет Правое крыло вперед Хорошенько правое Кто-то там не правое Кто-то там не правое Левое крыло вперед Видите? Мотор, ребят Один Два Три Четыре Полетел наш самолет Посмотрите, пожалуйста Приземлились на свои места И вот Мы с вами немножко отдохнули С одной стороны А с другой стороны Наш мозг работал Он думал Какую же руку ему надо поднять Справую или левую В какую сторону И что значит Сделать руками здесь А не вперед И не назад Поэтому, ребята Эксперимент наш удался? Да Удался А теперь я предлагаю Эксперимент наш Продолжить Что случилось? Ты еще хочешь сказать? Нет Я просто хочу Я от Артема Цуклопедии прочитала Что мозг еще контролирует Работу сердца и легких Умничка Он контролирует здесь Внутренние органы Я думаю, что на ваших рисунках Я посмотрела И у каждого из сердца Нарисована И легкие Иначе мы бы не смогли Дышать Молодчинка Очень верное замечание А посмотрите, пожалуйста На экран Узнаете ли вы Вот этого героя? Видели ли вы его? А кто это? Гуфи 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 это герой Уолл Диснеевского мультика И он нам сейчас Поможет провести Еще один эксперимент Но для этого эксперимента Мне нужны Помощники Пока Поднимите, пожалуйста, ручки У кого зоркий глаз, как у орла Хорошо Итак, попробуй Станислав Ты мой первый помощник Запоминай Антон Ты мой второй помощник сегодня И у нас остается Саша Третий помощник Хорошо Помощники, пожалуйста, встаньте Чтобы мы вас видели Сейчас на экране Сейчас на экране Появится Задание Там написано Первый, второй, третий помощник Как только помощник увидит первый Читает Кто? Первый Первый Кто второй? Антон И Саша третий А задача остальных Внимательно послушать И сказать Так кто же принимает участие в разговоре? Готовы? Начинаем Первый помощник Читай Нерв Нерв вызывает Вызывает спиной мозг Срочное сообщение Опасность Опасность Спиной мозг Отвечайте Точка Точка Спиной мозг Попробуй Уточнить Точка Готовы сел на кнопку Точка Какой кошмар Я немедленно сражусь с головным мозгом Спиной мозг Взывает Головной мозг Головной мозг на проводе Жуткая боль Гуфи сел на кнопку Точка Раз Понял Передаю срочное сообщение Для Гуфи Эй, Гуфи Ты только что сел на кнопку И бедные, бедные Гуфи Спасибо большое, мои помощники Садитесь А вы, ребята, догадались Как кто же принимал у нас участие В этом разговоре В этом разговоре Так, пожалуйста А как же их звали? Так, Маргарита Головной, спиной мозг Головной мозг Спиной мозг А первого помощника как звали? Пожалуйста Да, 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 да Да, да, да Нервы, поломожника Звали нервы Нервы Значит, сколько у нас было Те, кто в разговоре Принимает участие? Три Три Назови, Катюша, еще раз Нервы, спинной мозг и головной мозг Умничка, садитесь Так вот, как только органы чувств Получают какой-то сигнал Да Они его по нервам передают По спинному мозгу А спинной мозг у нас, вы видели В позвоночнике на вашей картинке Да, вот как по телеграфному столбу сигналы Куда попадает он? В головной мозг Этот центр, он принимает сигналы и решает И свой ответ опять по нервам Передает уже нам Мы сейчас, ребята, попробуем с вами Составить логическую цепочку И еще раз повторим То, какой сигнал и кому передают Вот представьте Подходите вы в дороге И там загорелся красный сигнал светофор Вот глаз ваш сигнал увидел Что он должен сделать Чтобы днести эту информацию До головного мозга Я должен передать Он как бы С помощью нервов По нерву Спасибо большое По нервам Кому он передает, Миша? По нервам он передает Спинной мозг Спинной мозг Умничка, спасибо Спинной мозг сообщает Кому сообщает? Пожалуйста Кому он сообщает? Головному мозгу Головному мозгу А головной мозг что делает? Ну, Алина? Сообщает человеку А как? Он тоже должен по каким-то каналам? Миша, ты догадался уже Они, наверное, головной мозг придают к нервам Опять по нервам Нервы, вы знаете, как электрический ток Как провод у лампочки Чтобы вот ток к лампочке попал Вот так же нервы служат каналом для передачи И что мы с вами получаем? Ток Если красный свет светофора И представляете, ребята С какой скоростью Должен передать головной Должен передать орган чувства Информацию к головному мозгу А головной мозг Обратно информацию Что мы должны делать Это происходит так быстро Что мы даже не замечаем Вот видим светофор, да? И сразу знаем, что свет красный Значит, нужно ждать, пока загорится зеленый Хорошо А теперь попробуйте составить цепочку Вот по такому А вы мне будете поставить Мандарин И в конце получится И в конце получится Вкусно Подумайте, кто может что передать И как А я буду вам помогать Если вдруг что-то не то Догадались? Да, пожалуйста, Маша Попробуй Как цепочка составилась? После мандарина идет нерв Хорошо Нерв Значит, какой-то сигнал Мы догадаемся с вами Какой сигнал чувств По нерву Куда передается? В спиной мозг В спиной мозг Согласна Затем в головной мозг Затем в головной мозг Хорошо А потом? Потом обратно в я Потом обратно в я Вот Они понимают, что нам вкусно Нам вкусно А если нам вкусно Какой орган чувств нам это передал? Пожалуйста Язык А? Язык 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 почувствовал мандарин на вкус И передал ему нам сразу А теперь, ребята Еще один вопросик А вот представьте Что вы подходите к плече Наливаете себе чай Берете чашку И понимаете, что она горячая Что вы делаете сразу? Отдергиваете Вы сразу умничка Вы сразу отдергиваете руку Потому что понимаете, что горячо Это опять же Ваш орган чувства Кожей почувствовали Передал мозгу сообщение И мозг сказал Отдерни руку А представляете Если бы этого не было Мы бы все, наверное, долго думали Вот как долго думал Гуфи Да? Казалось Что он не сразу Сколько должно пройти Как по лестнице И подняться Головной мозг принял Обработал И опять спускаемся вниз Понятно это? Хорошо Молодцы С картинками вы разобрались А теперь скажите мне, пожалуйста Спиной или головной мозг Все-таки главный мозг Ярослав, попробуй Головной мозг Главного человека У кого есть еще другие Варианты ответа? Может быть, кто-то думает По-другому Пожалуйста Главный человек Спиной и головной мозг Скажи, пожалуйста, еще Звук, чтобы все тебя услышали Спиной и головной мозг Главный Спиной и головной А почему? А почему кто-то считает, что головной А кто-то головной и спиной Некоторые считают, что вот головной Потому что некоторые думают, что только с помощью Вот с помощью мозга Головного мозга Да, головного мозга мы думаем А некоторые думают, что и головной, и спиной мозг Потому что, наверное, если бы не было спинного мозга Сигналы бы просто не находили до мозга Как бы они дошли Если нервов столько, нервов у нас везде, везде, везде А головной мозг, он в голове А вот спинной мозг в позвоночнике Он как проводит, да Которая вот проводит вот эти сигналы Что еще, Лёва? Если бы не было спинного мозга Мы бы не узнали, что столб был сигнал Это красный сигнал, но мы бы пошли Молодцы, ребята Вы действительно заметили, что помощник головного мозга Это спиной И не было бы этого, то до головного мозга Сигналы бы не поступали Хорошо, а теперь Возьмитесь, пожалуйста, за свою голову Там, где живет головной мозг Вот так вот возьмитесь, пощупайте Что вы чувствуете? Твердые кости черепа А теперь возьмите свои ручки И сожмите в замочек Только крепко сожмите Попробуйте их рожать Не получается Ваши пальчики как будто срослись Вот так же, ребята, и кости черепа Они срослись и служат великолепнейшей защитой для головного мозга Вот так уж наша природа нас мудро устроила Что череп защищает мозг Но, ребята, и мы с вами должны защищать И ухаживать за своим мозгом И спинным сидеть прямо Не гордиться и ходить И головным нужно и развивать его И уметь давать ему отдых И мы сейчас с вами вспомним Очень простые, но очень важные правила Как же нам ухаживать за головным и спинным мозгом И вообще за нашей нервной системой Правила мы эти будем вспоминать с вами в парах Посмотрите друг на дружку Улыбнитесь друг дружке Только сначала, прежде чем мы будем делать это задание Я вам напомню Правила работы в парах Внимательно послушивай товарища Будь вежливым Помогай, если будет трудно Работай активно, быстро и серьезно Относись к полученному заданию Согласны с такими правилами Нужные они? Нужные Тогда работаем по рядам Я сейчас объясню Прочитайте, пожалуйста, задание Для первого ряда, который возле стены Миша, прочитай, пожалуйста Исправь ошибки и вывести верное правило Вам нужно будет исправить ошибки Прямо на этих листиках И потом мы выведем верное правило Я попрошу сейчас вас передать Только не смотрите, что там хорошо Чтобы было честно Каждому на парту Второе правило Алина, прочитай, пожалуйста Второй ряд, что нужно делать? Составить правила из-за скоков Не переворачивайте пока, ребята Подождите Я еще команду не дала Ваш мозг пока просто слушает информацию Команды не было Итак, составить правила из-за скоков То же самое Каждая пара получает Тоже не переворачивая Передай, пожалуйста И третий ряд Катюша, прочитай По картинке составить правила Итак, а третьему ряду я дам картинку И только по этим картинкам Вы будете составлять главное правило Как же нужно заботиться О нашем организме Передай, пожалуйста, несмотря По моей команде По вот такому сигналу Вы работу свою начнется Через три минутки Вы услышите еще раз сигнал Это значит Работу закончить Ручки положить И сесть ровненько Давайте порепетируем с вами один раз Итак, вот вы начинаете А теперь вы заканчиваете работу Кто успел? Молодцы Понятно задание Итак Начали работу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому По какой картине Мы договорились Понятно А посмотри Как мальчик Вот у нас Молодцы, ребята Сейчас мы посмотрим Правильно ли говорится правило сна Выведем Пожалуйста, на первом ряду. Первая пара, Миша и Лёва, прочитайте. А стоп, прожди. Остальные ребята дают установку. Внимательно слушаем правила, потому что они вам пригодятся в жизни. Читай громко. И выполняй режим дня. Итак, первое правило, выполняй режим дня. Спасибо. Второе правило. Питайся регулярно. Громче. Питайся регулярно. Питайся регулярно. Спасибо. И третье правило. Часто проветривая комнату. Часто проветривая комнату. Спасибо. Второй ряд. Ваше правило читай, пожалуйста. Чередуй учебу с отдыхом. Чередуй учебу с отдыхом. То, что мы и на уроке делали. Отдохнули, поработали. Вторая пара. Всегда гуляем. Всегда хорошо высыпать. Всегда хорошо высыпаться. Сонно и на урок никто не приходит. Третье правило. Гуляй на свежем воздухе. Умничка. А нам прочитает Настя все правила, которые у вас еще раз получились. Чередуй учебу с отдыхом. Всегда хорошо высыпаться. Гуляй на свежем воздухе. Итак, и ваш ряд. Посмотрите, ребята. Нужно было по картинкам составить, какое же это правило нам нужно выполнять. Догадались, что на первой картинке? Давай, Катюша, скажи. Всегда надо быть вежливыми с друзьями. Вежливыми с друзьями. И нужно уметь дружить. Чтоб нервная система обид не знала. И не расстраивалась. Второе правило. Не догадались. Ну, третье, скажи, которое вы догадались. Надо закаляться и гулять на свежем воздухе. И заниматься? Спортом. И заниматься спортом. Умничка. Догадались, что второе правило? Скажи, Докска. Выполнять правила поведения. Выполнять правила поведения. А еще посмотрите, ребята, там дети в библиотеке. А для чего мы ходим в библиотеку? Чтобы читать книжки и познавать мир. Значит, чтобы развивать наш головной мозг, нам что нужно? Много читать. Много читать. Ребята, давайте сравним, правильно ли мы вот эти правила выверим. И еще раз хором их проговорим, потому что они очень важны. Выполняй режим дня. Читуй учебу с отдыхом. Проретливай комнату. Гуляй на свежем воздухе. Всегда хорошо высыпайся. Фрегулиарно и пабельно питайся. Занимайся физкультурой и спортом. Читай много хороших книг. Живи в дружбе со всеми. Молодцы, ребята. И правила вы выберли. И верно у вас все получилось. А теперь мы вспомним наше правило. Чередуй учебу с отдыхом. Пожалуйста, гимнастика для глаз. Посмотрите, сейчас здесь появится фонарик. Он вам подскажет, что какие движения глазками мы будем с вами делать. Головки остаются на месте только глазками. Итак, круговое движение в одну сторону. Еще за ним смотрим внимательно. Только глазами. Вот вторую сторону головы. Вниз, вверх. Вниз, только глазами. Вниз, вверх. Вниз, влево, 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 влево. Молодцы, ребята. Глазками теперь поморгали. Итак, отдохнули. Все. А теперь скажите, пожалуйста. Есть народная мудрость. И она говорит. Не глаз видит. Не ухо слышит. А мозг. Почему так говорят? Почему? Подумайте сначала. Подумайте. Почему не глаз видит, не ухо слышит, а мозг. Аня, попробуй. Наверное, потому что, если бы не было мозга, то глаз видит, но не понимает, что я. Не понимает, что. Умничка. А как Сась, Денислав, думает? Я думаю, что вот такая обусловка, потому что вот, потому что мозг, он сам по себе, он контролирует все действия глазами, куда смотреть, что именно уделять, слухи. То есть он, спасибо, он управляет всеми нашими органами. Есть у него помощники у головного мозга? Назови, пожалуйста, помощников у головного мозга. У головного мозга помощники это нервы, спинной мозг и головной мозг. Ну, он сам уже, сам себе помогает. Спасибо. Молодцы, ребята. И сейчас я хочу вам раздать небольшой тест, чтобы вы посмотрели, как вы на уроке, как ваш мозг сегодня головной работал и сколько всего, вы запомнили. Итак, передай, пожалуйста, дальше. Раздавай, пожалуйста, вариант. В этом тесте есть несколько вопросов, их пять. Вам нужно вставить в предложение, как ответить на вопрос, написать слово или заполнить схемку, слова схемку. Пожалуйста, выполните это задание ручкой или карандашиком, а после мы проверим. И не забывая про наш спинной мозг, он хочет работать хорошо. Спасибо. 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 . Спасибо. . . Считаю до пяти и мы проверяем, чтобы все успели. один, два, три, четыре, пять, четыре с половиной, пять. Итак, посмотрите, пожалуйста, на экране сейчас появится правильный ответ. Ваша задача, правильный ответ, если у вас правильно, рядом с заданием вы ставите себе два балла. Если будут варианты, я вам подскажу. Итак, первый ответ, первый вопрос. Какой внутренний орган управляет всеми другими органами? Правильный ответ – головной мозг. Если написали наполовину просто мозг, а какой? Тогда один балл ставится. А вот если кто догадался или неправильно, что это именно головной мозг, спиной, он только помощник проводит, то значит один. Второй вопрос. Второй вопрос. Что защищает головной мозг от повреждений? Черепная коробка. Черепная коробка или череп. Два балла, если правильно ставят рядом. Два балла. Кто является помощником головного мозга? Миша. Спиной, мозг и нервы. Спиной, мозг и нервы. Их два. Тогда один балл. Если одно написал, то один балл. Дополните схему. Итак, нервная система человека состоит из… Пожалуйста, скажи нам, Станислав, не записывай. Из нерва, из головного мозга и спинного мозга. Можно было поменять местами. Главное, что оно написано. Если правильно – два, если написано что-то одно – один балл. И последнее. Заполни пропуски. Выполняй режим дня, Татюша. Ой, я уже так сказала вам. Извините. Выполняй режим дня. Если правильно написано два за всё задание. Здесь один и один балл. Один балл за первый. А вот второй. Скажите, правильно, не всегда, хорошо. Высыпайся. А можно было ещё написать? Нет, я. А кто ещё наслаждает? Я. Отдыхай. Или? Питайся. Или питайся. Здесь все ответы разные. И высыпайся. И высыпайся можно. Это за всё два? За всё два. За пятые два. Один и плюс один балл. Да. Итак, понятно. Отложите, пожалуйста, тест на край парты. Я обязательно его соберу и потом посмотрю. Но те, кто набрал восемь, девять или десять баллов, получат эти отметки себе в журнал. Спасибо большое. Спасибо большое, ребята, за работу. У нас остаётся домашнее задание. Дома вы поработаете над статьёй на страничке 112 и 114. Но у меня есть ещё одно творческое задание для вас. Я неспроста вам сегодня показывала грецкий орех. И я приготовила вам маленький подарок. Для тех, кто захочет, дома вы возьмёте грецкий орех и вылепите из него по образцу головной мозг человека. А после того, как вы вылепите, вы этот орех скушаете. Потому что орех – это питательная пища для мозга. Большое спасибо вам за работу. Мне было очень приятно с вами работать. И до новых встреч. Спасибо. Урок окончен. Подойдите, пожалуйста, ко мне и возьмите орехи с Геной Амитсом. Спасибо.